И вот сейчас у нас получается был выключен ТЭН, снова включился, потому что... Всем привет! Это канал Старт Живи с комфортом. Если у вас используется твердотопливный котел полуавтоматический с автоматикой и с вентилятором поддува, а также есть электрокотел, то это видео будет как раз для вас. Электрокотел в связке с твердотопливным котлом используется для двух случаев. Первое, когда у вас прогорело топливо и вам требуется, чтобы произошло в переключения на электрокотел и температура не опускалась. И второй случай, вы уехали в отпуск и вам требуется полноценное электроотопление с помощью вашего электрокотла. И в этом видео расскажу о том, какие подводные камни могут быть при решении этой задачи, а также покажу один из возможных способов решения вот такого комбинированного отопления. Об этом способе будет во второй половине видео. Итак, представим ситуацию, вы загрузили топливо в свой твердотопливный котел полуавтоматический, разожгли его. У вас он работает на 60 градусах и также обращаю внимание, что у вас к этой автоматике подключен циркуляционный насос и обычно температура включения этого насоса составляет 50 градусов для того, чтобы не было образования конденсата. И вы хотите, чтобы после того, как прогорели дрова или уголь, у вас произошло автоматическое переключение на работу системы отопления от электрокотла. И как обычно поступают в такой ситуации? Покупают недорогую автоматику, подключают электрические тены к этой автоматике, на этой автоматике устанавливают температуру включения тенов 45 градусов и в результате мы что получаем? После того, как у вас температура начала падать, начинает прогорать топливо опустилась до 45 градусов, у вас включается электрический тен на 45 градусах и начинает поддерживать нужную вам температуру 45 градусов. Но поскольку у вас температура опустилась до 45 градусов, у вас выключается циркуляционный насос, у вас температура включения и выключения насоса составляет 50 градусов. И что в этом случае происходит? У вас электрокотел, находящийся в этом твердотопливном котле, просто начинает греть самого себя и тепло в систему отопления у вас не выдается вообще. Мы получаем горячий котел и холодные батареи. В общем ситуация зашибись, но она решаема. Можно поставить температуру включения насоса циркуляционного более низкую, либо температуру включения электрокотла более высокую и тогда у нас циркуляционный насос будет работать и все у вас будет нормально. Плохо это или хорошо опускать температуру включения циркуляционного насоса или поднимать температуру включения электрокотла, об этом вы можете написать в комментариях к этому видео. Если вам есть конечно что сказать. Но допустим вы решили эту проблему на насос циркуляционный у вас работает, котел греет, тепло передается в систему отопления. Но есть более существенная проблема. Вентилятор поддува он будет работать у вас до тех пор, пока не произойдет выключение блока автоматики. Если у вас температура ниже установленного значения, который мы поставили на котле это 60 градусов, у вас вентилятор будет дуть, пытаться поднять температуру до этих 60 градусов. И пока у вас температура не опустится ниже температуры выключения блока, который обычно ставят 35 или 40 градусов, у вас вентилятор будет работать. А котел у вас при этом работает на 45 градусов, то есть ниже 45 у вас температура в котле не опустится и вентилятор будет дуть всегда. И за счет того, что вентилятор будет дуть, он будет просто выдувать вот это тепло с поверхностей внутри котла в дымоход и вы будете терять огромное количество тепла. Теперь второй случай. Вы поехали в отпуск и вам требуется просто полноценное отопление от электрокотла. У вас есть своя автоматика для включения электрокотла. Вы также ставите 45 градусов. Вы можете выключить этот контроллер отопительного котла, чтобы не дул у вас вентилятор и проблема выдувания котла она у вас решилась. Но у вас циркуляционный насос подключен к автоматике этого котла. Поэтому когда вы уезжаете в отпуск, вам нужно сделать так, чтобы насос циркуляционный работал постоянно. То есть нужно переподключить его напрямую в розетку 220 вольт. Тоже решаемо, но требуются определенные действия с вашей стороны. Но ведь на дворе 21 век и космические корабли, как говорится, бороздят мировые просторы. И хочется, чтобы вот это все происходило автоматически. Чтобы вам не нужно было думать выключился вентилятор, включился вентилятор, нужно переключать там циркуляционный насос или не нужно. Хочется, чтобы прогорели дрова, включился электрокотел, уехал в отпуск, включил электрокотел и не нужно подключать этот циркуляционный насос. И вот для этого, для того, чтобы можно было в том числе и с помощью смартфона управлять вашим отопительным котлом. И вот для этого был сделан вот такой ящик, вот такой блок автоматики, который реализует все вот эти алгоритмы. И как работает эта автоматика? В то время, когда у вас котел находится в режиме активного горения, а работает вентилятор, вы переводите вот этот переключатель в положение вкл. Переключатель сейчас горит зеленым светом и показывает готовность работы этого блока автоматики. Теперь что происходит? Как только у нас температура опускается ниже температуры выключения блока, у нас происходит выключение вентилятора. И как только пройдет 20 минут вот этого состояния, когда не работает вентилятор, этот контроллер, этот блок автоматики принимает решение, что на самом деле прогорело топливо и происходит автоматическое включение электрического тена. И включается индикатор нагрев. У нас с этого момента происходит блокировка сигнала на работу вентилятора. Электрический тен у нас начинает греть и температура в котле у вас начинает повышаться. Как только температура у нас достигла температуры включения циркуляционного насоса, вот этих 50 градусов, у нас происходит включение циркуляционного насоса, тепло начинает выдаваться в систему отопления и пока котел у нас не набрал нужную нам температуру 60 градусов, ту которую мы установили на одном едином блоке автоматики, температура контролируется тем же самым датчиком температуры. У нас работает электрический тен. Как только у нас достигла нужная температура у нас произойдет выключение электрического тена и котел будет находиться в режиме ожидания. Опустилась на величину гистерезиса температура, снова включился электрический тен. Тем самым мы обеспечиваем поддержание температуры внутри системы отопления, внутри котла с помощью вот такого устройства с помощью дополнительного блока автоматики. Причем температура ставится на том же самом контроллере. Если вы подключили вот этот контроллер блок автоматики к GSM термостату или Wi-Fi термостату с помощью вот этого разъемчика, вот этого коннектора блестящего, то вы сможете управлять температурой в котле в системе отопления с помощью своего смартфона. И уезжая в отпуск вы можете понизить температуру в системе отопления, то есть в котле, либо повысить, когда вы планируете возвращаться домой, что сокращает ваши затраты на электроэнергию. И вы можете контролировать температуру в помещениях, в системе отопления, температуру подачи, обратки, все что хотите. Жду ваших вопросов и комментариев под этим видео. Конечно же лайки проще поставить, чем написать комментарий. И также напоминаю, что если вы хотите не пропустить новое очередное видео, то рекомендую подписаться на этот youtube канал и обязательно нажать колокольчик. Если вы не нажимаете на колокольчик, то вы никакие уведомления не получаете о том, что на канале появляется новое видео. А все наши подписчики, как только появилось видео, они получают уведомления и могут быстро посмотреть это новое очередное видео. На этом все. Всем спасибо за внимание и до встречи на этом youtube канале. Пока. Сейчас мы видим как растет температура и как только у нас она превысит вот эти 60 градусов, у нас произойдет отключение электрического нагревателя, электрического ТЭНа. Вот сейчас у нас температура повышается, есть небольшая задержка в отключении. Вот сейчас у нас произошло отключение ТЭНа. Как только температура у нас опять опустится, у нас снова ТЭН у нас включится. Самое главное это работает. Вы можете использовать это как полноценный электрический котел. То есть уезжая в отпуск просто работать на электрических ТЭНах.